Здравствуйте! На прошлой лекции мы закончили рассмотрение двух основных разделов физики. Это электростатика и постоянный ток. То есть рассмотрели характеристики электрического поливакуума и вещества, и характеристики, и основные законы постоянного тока. Сегодня мы приступаем к изучению новой темы, нового раздела физика. Тема лекции называется электромагнетизм. В рамках этой темы мы будем рассматривать следующие вопросы. Магнитное поле в вакууме и его характеристики, вектор магнитной индукции, закон биосаваралоплаза и его применение к расчету полей, сила ампера и сила Луенца, закон полного тока магниты, поток теоремы Гаусса, работа при перемещении проводника с током в магнитном поле, явление электромагнитной индукции, закон Фарадея, вращение рамки в магнитном поле, индуктивность контура, явление самоиндукции, токи при размыкании и замыкании цепи, взаимная индукция, трансформаторы, энергия магнитного поля, магнитные свойства вещества, виды магнетиков, намагниченность, магнитное поле в веществе, а также уравнение Максвелл для электромагнитного поля. Основоположниками теории электромагнетизма являются Андреем Ампер, Джеймс Максвелл, Майкл Фарадей, Эмилий Ленс, которые внесли огромную роль в развитии теории электромагнетизма. Магнитное поле и его основные характеристики. Опыт показывает, что, подобно тому, как в пространстве, которое окружает неподвижные электрические заряды, возникает электростатическое поле, так и в пространстве, окружающем токе, и постоянные магниты возникают силового поля, которое называют магнитным. Особенности магнитного поля. Магнитное поле создают движущиеся заряды, магнитное поле действует на движущиеся заряды, и магнитное поле не действует на покоящиеся заряды. При исследовании магнитного поля пользуется замкнутым плоским контуром или рамкой с током, или рамкой с током, линейный размеры которого малы по сравнению состоянием до токов, образующих магнитное поле. Ориентация контура пространства характеризуется направлением вектора нормали контура, то есть определяется правилом права винта, то есть положительное направление нормали принимается направление поступательного движения винта головки, головка которого вращается в направление тока, текущим в рамке. За направление магнитного поля в данной точке принимается направление, вдоль которого располагается положительная нормаль свободно подвешенной рамки и стоком, или направление, совпадающее с направлением силы, действующей на северный полюс магнитной стрелки, помещенную в данную точку. То есть магнитная стрелка поворачивается так, что ось стрелки, соединяющей южный полюс и северный полюс, совпадали с направлением поля. На рамку стока в магнитном поле, как мы говорим, действует пара сил, которые заставляют вот эту рамку вращаться в магнитном поле. Вращающий момент сил зависит от свойств поля в данной точке и от свойств рамки определяется формула m равно pm умножить на bm, вектор на позиции pm на bm, где b это вектор магнитной индукции, а pm это вектор магнитного момента рамки стока. Вектор магнитного момента совпадает с направлением положительной нормали к рамке стока. Вектор m определяется, ну вот как показаны в рисунке, определяется правилом векторного произведения. Магнитный момент рамки стоком равен pm равно es умножить на n, где s это площадь поверхности контура, n это единичный вектор нормали. Ну и n задает направление вектора pm. Если данную точку магнитного поля помещать рамки с различными магнитными моментами, то на них будет действовать различные вращающие моменты. Но однако отношение m максимально вращающего момента к магнитному моменту есть величина постоянная и является характеристикой магнитного поля, которая называется магнитная индукция. То есть магнитная индукция b это силовая характеристика магнитного поля определяется максимальным вращающим моментом, действующим на рамку, с магнитным моментом равным единице, Когда нормаль к рамке перпендикулярно направлению поля В. Различают макро- и микротоки. Макроскопические токи – это электрические токи, протекающие по проводникам в электрических цепях, и микроскопические токи, обусловленные движением электронов в атомах и молекулах. Магнитное поле макротоков описывается вектором напряженности магнитного поля H, а результирующая магнитное поле, создавая всеми макро- и микротоками, характеризует вектор магнитной индукции В. Единицей измерения магнитной индукции В является Тесла, а напряженность магнитного поля H является в системе С Ампер, деленная на метр. Согласно гипотезам Ампера, в любом теле существуют микротоки, как мы говорили, обусловленные движением электронов в атомах и молекулах. Эти микроскопические молекулярные токи создают свое магнитное поле и могут поворачиваться в магнитных полях макротоков. Связь между B и H представлены на слайде, где μ – это магнитная проницаемость среды, безразмерная ветчина, показывающая во сколько раз магнитное поле макротоков усиливается за счет поля микротоков. И μ нулевое – это магнитное постоянное, которое равное 4π на 10-7 степени ген, разделенное на метр. Для представления магнитного поля, поле изображается с помощью силовых линий. Линии магнитной индукции – это линии, касательные которым в каждой точке совпадают с направлением вектора В. Направление линии магнитной индукции также определяется правым правым винта или правого буравчика. То есть головка винта, ввинчиваемая по направлению тока, вращается в направлении линии магнитной индукции. Здесь также представлены силовые линии кругового тока, соленоида и постоянного магнита. Линии магнитной индукции всегда замкнуты, в отличие от силовых линий электростатического поля, которое начинается на положительных зарядах и заканчивается на отрицательных зарядах. Магнитная индукция результирующего поля, создаваемая несколькими токами или движущимися зарядами, равна векторной сумме магнитной индукции, складываемых в поле, создаваемых каждым током или движущимся зарядом. То есть вот принцип сперпозиции. B равно векторной сумме B и T. Здесь представлены на рисунке, как определяется результирующий вектор B. Он определяется по правилу параллелограмма, то есть где B1 и B2 – это вектор индукции, создаваемый током I1 и током I2. Так, на этом мы рассмотрение наших вопросов заканчиваем. То есть мы ввели понятие магнитного поля и рассмотрели его основные характеристики. В следующий раз мы с вами рассмотрим закон Бира Савара-Лапласа, силу ампера и силу Ломенца и ведем понятие потока магнитной индукции. До следующей встречи! Субтитры создавал DimaTorzok